Ребят, всем привет! Отцвела моя красотка, не то пандора, не то леопард, не то Арвен, вы мне писали. И смотрите, как она цвела. Вроде кончик еще живой, но она разбудила вот эти две почки, я вам показывала, и вот дует бутушки. Я думаю, надо бы мне обрезать выше вот так этот цветонос, который уже отцвел вот этот кончик, для того чтобы она занялась вот этими, но она уже ими занялась, этими ответвлениями, но вот убрать этот неэстетичный вид. Так что все легко и просто, берем ножницы и просто обрезаем выше этих живых почек. Когда у вас, когда у вас нету разбуженных почек, вы точно также выше обрезаете и даже когда есть разбуженные, тоже можно обрезать вот так повыше. И все. И будем ждать каскадики в эту сторону. Девочки, на ютюбе нету звуков живой природы, убрали птичек для того, чтобы видео подставлять, убрали чириканье, шум воды. В общем, остался мой один Лимоша. Она занята и будет вас веселить и чирикать. Так что вот так наслаждайтесь. Да, Лимоша? Да? Да, вот так вот. Все, ребята, сейчас я отсоединю эту палочку. Здесь, кстати, мне нравится, когда вот такие, девчонки, проволочки. Они такие пластичные. Ну, вот с этими посложнее обстоит дело. Почему? Потому что бывает, что можно неаккуратным движением вот этой вот защелкой повредить цветонос. Ну, девочки, проще простого. Я, правда, левой рукой, но ничего, вот так выше обрезаю. Вот такой у нас остается. Не знаю, держатель оставлю. Вот этот срез можно обработать корицей, можно обработать перекисью водорода, можно ничем не обрабатывать, кто как желает. В общем-то, теперь у нас получилась вот такая вот картина масла. Будем ждать, девчонки, цветения. Ну, а это уже все. Вот такая вот была гроздь. Я купила ее цветашкой за полцены, поэтому долго не смогла любоваться. Но теперь она решила все-таки продлить свои цветоносы и порадовать меня. А ну, сколько здесь уже формируется бутончиков. Ну, штучек пять будет здесь. Ну, и тут будет штучки четыре-пять. Ну, как бы в массе своей обещает быть красиво. Сейчас, девчонки, возьму перекись и брызну. Я как-то купила вот такую перекись в спрее. Вот она мне очень-очень удобна. Вот так беру. Ой, попала, не попала? Попала. Все, шипит. Все, ранка заживет. В общем, девочки, вот так вот. Просто кто орхидеями занимается, тот знает, что ничего сложного в этом нет. А кто первый раз, кто только начинающий. Ну, как бы это видео для начинающих. Так что я обычно обрезаю. Бывают спящие почки вот эти спящие. Но сейчас они у меня... Вперед меня. Я еще цветонос не обрезала. Они уже разбудились, проснулись и начали отращивать свои красивые кончики. Это покупной цветонос. Орхидея не пересажена, девочки. Она еще, так сказать, полила я недавно ее. Ну, кстати, девчонки, не написан сорт, только паспорт. Люблю, когда пробивает производитель на горшке название сорта. Это очень занимательно. Особенно, когда приходишь в оценки... Лимош, ну, помолчи, уже слишком. Когда приходишь и в оценках роешься, и вот хочешь видеть, какой сорт можешь купить. Но за то, что они... За пробивание сорта на горшке, девочки, продавец... Садовник, в общем, оплачивает эту услугу, эту роскошь оплачивает. Потому что есть лицензия на название у основного там производителя. Вот тот, кто запатентовал. Ты что, хочешь погулять? Ты хочешь погулять? Девочки, я, конечно, извиняюсь. Ну, надо даму выпустить. Выходи, выходи, давай, иди. Как же без тебя, давай. Давай, выходи, выходи. В общем, кто запатентовал название, у кого патент, тот берет плату. Поэтому не каждый садовник располагает средствами, чтобы оплатить вот эту лицензию, чтобы пробить название на горшке. Так, недавно я об этом не придумала. Я об этом прочитала недавно в средствах массовой информации. Так что вам рассказываю, что прочитала. Вот такие красивые бутушки. Так что вот так, друзья мои. Все просто. Теперь буду ждать цветения. Что-то она не решается. Такая уже, слушайте, это просто этот желтый воробей. Ага, все. Летать не хочет. Не хочет летать. Ходит вот эта, гуляет по квартире. Вот так, да. Все. Вот такая я красивая. Вот такая я к вам иду. А я иду такая вся вдоль Чайгаббана. Пошла, пошла по своим делам. Она там, кстати, видите, вот там обои. Это все сделала она. Она вот так выходит и начинает разбираться с обоими. То есть она, о, посмотрите. Видите, что она делает? Вот как ее выпускать? Это безобразие. Только не ешь, пожалуйста, эту бумагу. Я ее гоняю, конечно. И хочется ее выпустить. Сейчас буду пододвигать стул. Ну, стул не поможет, клетку. Зачем ты это ешь? Лимош? Нельзя. Не можно это делать. Не можно. Давай. Убегай. Она уже знает, что здесь у нее местечко. Она так и говорит, типа, давайте уже делайте ремонт. И тебе ремонт сделай, так ты все опять погрызешь. Все, друзья. На этой оптимистической ноте разрешите с вами попрощаться. Смотрите, смотрите. Ты наводишь смуту, понимаешь? Это ужас. Это ужас. Когда была жива кошка наша, кошка наша прожила 19 лет, и ее не стало. Мы очень за ней скучаем, вспоминаем, смотрим видео с ней, фотографии. Так вот, они тут вдвоем. Она тут кошки, и хвост клевала. И ходила ей по голове. Что она только не делает? Заглядывает, заглядывает. Я же закрыла то место, там, где она рвет обои. Эх, незадача. Все. Незадача. Ты симпатичная. Если бы ты еще научилась говорить, девочки-неразлучники, они не способны научиться разговаривать, к сожалению. Все. Пойдет сейчас домой. А, она пошла с другой стороны посмотреть. Пошла с другой стороны. Она не оставляет попытку порвать обои. Сейчас будет искать новый, новый где-то торчащий кончик обои, чтобы оторвать. Да-да-да. Все, друзья мои. Всем пока-пока. Привет вам от нас с лимоном.